Здравствуйте, с вами Дончик Виктория Павловна. Сегодня я вам расскажу о том, как можно сделать обложку для DVD диска. Запускаем нейро. У меня нейро шестой версии. Переходим на вкладку дополнения и выбираем пункт сделать наклейку или этикетку. Нажимаем левой кнопочкой мыши, попадаем в окошко нейро-ковер-десигнер. Вот в этом окошке необходимо выбрать коробку DVD и установить пустой документ. Нажать кнопочку «Да». В этом окошке, в новом документе, выбираем вкладку, которая называется «Вкладка». Именно вот эта вкладочка и является разметкой для нашей будущей обложки для DVD-коробки. Прежде всего, мы должны с вами изучить панель инструментов, которые у нас с вами есть. Что нам в данном случае понадобится? Сначала нам понадобится одна вставка, естественно, изображений. Для вставки нашей картинки нажимаем кнопку «Изображение». Выбираем картинку, которая нравится. У меня уже заранее подготовлены картинки. И открывается соответствующая папочка. Вам нужно будет здесь зайти в свою папочку. Я нажимаю «Скизы», чтобы увидеть те картинки, которые мне нужны. Ну и, соответственно, щелкаю на любой картинке. Например, на этой нажимаю кнопку «Открыть». И курсором в виде уже готового поля я могу левой кнопочкой мыши нажимать. И устанавливается вот сюда картиночка. Картинка меняется стандартным образом. Если мы с вами левой кнопкой мыши удерживаем за края, пропорциональность меняется. Если вот за боковые, непропорциональность. Картинку можно разместить в любом месте. Листика, где нам необходимо. Можно замостить какую-то часть и так далее. Это работа с картинкой. Если вам необходимо разместить картиночку на всю обложку, для этого используем пункт «Объект», «Свойства фона». Нажимаем кнопочку «Файл». Выбираем источник, который будет являться нашим файлом. Ну, соответственно, давайте выберем какую-то картинку. Ну, например, вот эту. Нажимаем «Открыть ОК» и посмотрите, как это будет выглядеть. Источник файл занимает всю область для печати. Я нажму Ctrl-Z, чтобы можно было работать. Итак, пункт для того, чтобы поставить фон, нужно нажать «Объект», «Свойства фона». Естественно, на обложке нужно расположить текст. Для текста существуют две кнопочки. Первая кнопочка «Художественный текст» и вторая «Текст». Давайте посмотрим, что будет. В счетчком левой кнопки я выбрала «Художественный текст». Щелкаю где-то в любом месте рабочей области. У меня появился курсор. Набираем, соответственно, текст, который необходим. Я набрала любой. Ну, а теперь его нужно отредактировать. Для редактирования нажмем вот сюда на стрелочку. Выделим текст. И правой кнопкой выше перейдем в «Свойства». Вот здесь давайте обратим внимание, что на вкладке «Шрифт» мы с вами меняем название шрифта, стиль шрифта и размер. Можно зачеркнуть, подчеркнуть, делать какие-то настройки. Если нужно изменить сам шрифт, переходим на вкладочку «Текст». Если, обратите внимание, что у меня внутри заливки нет, зато есть абрис. Для абриса используется вот эта вкладка «Перо». В случае, если мне не нужно делать границу моих боков, я нажимаю вот этот вот крестик. Если нужна заливка, а она нужна, потому что белое на белом видно не будет, нажимаем вкладочку, выбираем вкладочку «Кисть» и выбираем тот цвет, которым я хочу видеть свои боков. Нажимаем «Ок» и получаем соответствующий результат. И для текста еще есть кнопочка «Просто вставить текст». Для использования эту кнопочку, левой кнопкой мыши, мы должны нарисовать рамку, в которой будет располагаться текст. И двойным щелчком переходим в область текста. Набираем текст, который нужен. Допустим, «Энтер» какой-то и так далее. И, соответственно, нажав «Ок», получаем соответствующий результат. Редактировать, опять же, двойным щелчком или правая кнопочка мыши «Свойство». Переходим, здесь можно установить по центру, справа, слева, как в обычном редакторе текста. Если необходимо выбрать цвет, то переходим вот сюда на эту кнопочку. Вот предложенные цвета, которые мы можем с вами использовать для нашего текста. Ну, например, выберем такой. Аналогично выбираем перо, если не нужна граница, можно удалить границу. И кистью, если она нужна, отжимаем и заполняем каким-то цветом. Давайте посмотрим, что будет в области текста, которую мы с вами нарисовали. Я хочу вам... Самое главное, естественно, это дизайн нашей обложки. Дизайн обложки различных можно скачать в интернете, для примера. Можно нарисовать самостоятельно. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Готовилась работа на конкурс «Красный десятилетий Донбасса». И вот получилась вот такая обложечка. Как видите, здесь использован текст двух кнопочек. Первый – это художественная кисть. А вот этот текст использовалась кнопочка «Вставить текст». Чем отличаются эти два текста? Обратите внимание, что используя художественную кисть, у нас появляется маркер поворота. То есть текст можно вращать. Видите? И вот этот текст, который нарисован вертикально, он используется с помощью... Сделан с помощью художественной кисти и с помощью вращения на 90 градусов. Нажму «Контрал-зайд», чтобы сделать отмену. Далее вставлены картинки. Картинки бывают так, что они перекрывают друг друга. Помните, я нажимала кнопочку изображения, вставляла картинки. Если нужно поменять местами картинки, для этого можно выбрать правую кнопку мыши «Упорядочить» и здесь выбрать «Книзу» или «Кверху». В данном случае стоит картинка «Кверху». Давайте ее сдвинем вниз, «Книзу». Посмотрите внимательно, они поменяли две картиночки и поменяли порядок. Далее можно использовать кнопки вот здесь вот на панели, соответственно, нейра. «Упорядочить» назад или вперед. Мне необходима наверх выделенная картинка. Нажимаем кнопку «Упорядочить» наверх и, соответственно, картинка расположена вверху. Вот эта рамка, она не рисованная. Эта рамочка готовая. Рамку взяла готовую и установила ее в качестве фона на всю обложку. С помощью «Объект», «Свойства фона», «Файл». Ну и установила соответствующую рамку. Далее, обратите внимание, чтобы выделить вот здесь вот надпись, которая будет у меня на изгибе обложки, я выбрала элемент «Прямоугольник». Давайте попробуем, выберем прямоугольник, выделим какую-то надпись. Посмотрите внимательно, какого это цвета. Значит, мешает нам цвет, нужно изменить цвет. И удалить вот здесь абрис. С двойным щелчком заходим, в перо удаляем цвет, в кисть выбираем какой-то цвет, который нам необходим, например, такой. И меняем порядочек. Правая кнопка мыши, группируем как внизу. Обратите внимание, текст в рамочке. И, соответственно, чуть-чуть подсветлен тем цветом, который вы выбрали. На этом все. С вами была Дончик Виктория Павловна. Сегодня мы с вами учились, как можно сделать обложку для DVD-диска. До новых встреч!